Доброе утро, СтопГейм! Вы перейнфакт! Вчера вечером Nvidia провела очередную крупную презентацию своих новейших разработок в областях искусственного интеллекта, облачных технологий, робототехники, графики и видеоигр, конечно. Большая часть показа посвящалась бизнес-решениям и технологиям, которые изменят наш мир уже в ближайшие лет пять, но открывал показ раздел технологий игровых. Первое и главное состоялся анонс 4000 серии видеокарт RTX. Новый чип получил имя и фамилию первого программиста в истории, Эйды Лавлейс. Виртуальный Дженсен Хуанг, босс Nvidia, анонсировал сразу две карточки новой серии, RTX 4090 и RTX 4080. Первая приходит на замену текущему топ-решению RTX 3090 Ti. Судя по цифрам, она будет работать вдвое шустрее. На борту 24 гигабайта супербыстрой памяти GDDR6X, рекомендуемая стоимость 1600 долларов. Запуск карточек в продажу состоится уже в следующем месяце. RTX 4080 противопоставляется карточке 3080 Ti, поступит в продажу на месяц позже и будет продаваться в двух вариантах, с 12 и 16 гигами той же шустрой памяти. За 12 гиговый в официальных магазинах вопросит 900 долларов, за 16 – 1200. Главными фичами этих карточек называют новое поколение тензорных ядер, та самая Эйды, пересобранный рабочий процесс обработки шейдеров, а также новое поколение ресемплинга изображений при помощи искусственного интеллекта DLSS 3. Самих ядер стало на порядке больше, отсюда и заметно возросшая цена, но и питание эти малышки потребует невыгодно больше предшественниц. В качестве демонстрационного материала была представлена специальная симуляция, созданная в Omniverse NVIDIA Racer RTX, где две радиоуправляемые машинки рассекали по дому и окружающим улицам, устраивая физон. По заверениям NVIDIA, вся физика и освещение симулируются и генерируются в реальном времени. Я, правда, так до конца и не понял, ждёт ли нас полноценная игра или лишь фрагментарная интерактивная симуляция в Omniverse. Новую версию ресемплинга DLSS 3 представили в Microsoft Flight Simulator и Cyberpunk 2077. В случае со второй прирост производительности относительно нересемплированной картинки был практически пятикратный, а благодаря наличию новых тензорных ядер, Жек в игре появится ещё и прокачанная версия с самой трассировки лучей Raytracing Overdrive. Далее была анонсирована специальная версия Portal с поддержкой RTX. Обновление станет доступно всем обладателям Portal бесплатно, но лишь в ноябре этого года. По словам виртуального Хуанга, это не отдельная игра, а всего лишь мод для оригинала, созданный в специальной программе для графического моддинга игр RTX Remix. Также было показано, как при помощи этого же софта всего в пару кликов The Elder Scrolls 3 Morrowind обзаводится RTX режимом более чёткими текстурами и геометрией 3D-объектов. Нажатием одной кнопки игровая сцена захватывается и переносится в Omniverse, где искусственный интеллект делает зашибись. Такая магия вне Хогвартса, впрочем, потребует наличия тензорных ядер нового поколения, но взамен готова превратить любую игру на DirectX 8 или 9 в гораздо более современный ремастер самой себя. Релиз программы тоже должен состояться в ноябре. Все трейлеры, запись самой презентации и ещё больше информации мы собрали для вас в специальной записи на сайте, ссылку ищите в описании. Приемница Space Quest, Space Venture, замороженная в криокапсуле Kickstarter на десятилетие, кажется, наконец-то размораживается. Всем тем, кто когда-либо пожертвовал на этот проект 15 долларов или больше, разослали установщик полной версии игры. При этом в Steam, судя по заявлению разработчиков, игра появится лишь когда-то позже, без конкретной даты. А в дальнейшем Space Venture планирует запустить ещё и на Mac с Linux, и на iOS и Android. О том, почему собрать 540 тысяч долларов и скрыться, а затем вдруг появиться в новостях с релизом, это достаточно громкое событие, ещё три года назад очень доходчиво объяснил в своём видео Василий Гальперов. Обязательно ознакомьтесь, если пропустили. Но 540 тысяч и 10 лет на самом деле лишь капля в море, когда речь заходит о Star Citizen. Её разработка стартовала ещё в 2010-м, краудфандинг двумя годами позже. Команда просила некоторым больше 2 миллионов долларов. Таймскип, на дворе сентября 22-го, более 4 миллионов человек вбросили копейку на игру в Kickstarter, суммарно поднимая номенклатурную ценность игры до 500 миллионов долларов США. Ни конца, ни края разработки Star Citizen и её сюжетной кампании Squadron 42 не видно даже приблизительно, а в это время до нас то и дело долетают новости о стараниях Cloud Imperium Games в области реалистично сминаемых простыней. И теперь, насмотревшись примеров, мы подходим вот к этой новости. Отечественная студия Rubido получила 10 миллионов рублей, конечно рублей, на создание рогалика в жанре тёмного фэнтези. Из материалов пока один этот концепт-арт, так что выходи, Хеллоу Найт. И Силксон, кстати, тоже поскорее выходи. Российский роуглайк предложит игрокам управлять существом и изменять его внешний вид в специальном конструкторе. Разные части тела влияют на характеристики и способности монстра. Ему предстоит пройти множество локаций, финалом каждой будет битва с боссом, а они будут олицетворять один из смертных грехов. Сама Rubido базируется в Якутии и преимущественно состоит из выходцев из студии Майтона. То есть в прошлом разработчики занимались в основном мобильными играми вроде Cooking Diary и Secret's Note. И тем не менее, игра заявлена к релизу уже в следующем году. Желаем авторам удачи. Год эксклюзивности Deathloop подошел к концу. Игра релизнулась на Xbox Series и, как оказалось, вместе с этим в игру решили добавить пачечку свежего контента. Обновление прозвали Golden Loop и, помимо нового оружка, противников, улучшений и кроссплея, докинули расширенную концовку сюжета. Вместе с этим игра запрыгнула сразу и в Game Pass, и в PlayStation Plus. Ранее до нас уже долетали слухи о том, что Electronic Arts якобы трудится над двумя играми для Marvel. Про Черную Пантеру и про Тони Старка. Оказалось, что как минимум вторая игра действительно находится в разработке. Экшен-адвенчурой про железного человека занимается студия Motive, авторы Star Wars Squadrons и грядущего ремейка Dead Space. Возглавляет проект Оливье Пру, приложивший руку к прошлогодней Guardians of the Galaxy. Для игры написали оригинальный сюжет, однако она сама еще находится на стадии препродакшена. Так что пока без дат, платформ и чего-либо. И под конец новость для похихикать. Бывший ведущий геймдизайнера Ubisoft Станислав Костюк разразился серией твитов, в которых обвинил Джейсона Шрайера и издание Kotaku в том, что Assassin's Creed превратилась в RPG. В 2014-м, когда Syndicate еще не анонсировали, Шрайер опубликовал на Kotaku статью с неофициальными сведениями о тогда еще будущей игре. Далее, со слов Костюка, последовала волна народных негодований. Unity только вышла в релиз и была воспринята не очень. Его коллеги рассказывали, что из-за реакции на этот слив, руководство Ubisoft решило резко увести франшизу как можно дальше от ее истоков. Костюк не был причастен к серии, но он видел деморализованных коллег, и со временем он осознал, что именно этот слив превратил стелс-боевик в ролевую игру. «И все потому, что кое-кто хотел пару секунд славы, а веб-сайт был рад их подарить ради кликов». Вскоре с ответочкой подоспел и сам Шрайер. В первую очередь он возмутился тем, как Костюк ловко перевел стрелки с крайне отрицательной реакцией на Assassin's Creed Unity, вышедшую недоделанной, на репортаж, который на самом деле был принят довольно тепло. Он припомнил, что вообще-то разработка Origin стартовала практически за год до этого, сразу после запуска Black Flag в 2013. И по логике бывшего геймдизайнера, франшиза должна была меняться ежегодно, ведь подобные утечки предваряют анонс каждой части Ассасинов как минимум с 2012 года. Цитата. «Что дальше? Меня обвинят в переносе релиза No Man's Sky? Видимо, они, разработчики из Ubisoft, отправились на год вперед во времени, чтобы сперва узнать об утечке». Конец язвительной цитаты. Ну и хватит цитировать, пора промотировать. Заходите на stopgame.ru и узрите величие нового рефанда, передачи Глеба Мещерякова и Ивана Лоева о светлых и темных сторонах инди-сектора игровой индустрии. Доброго дня!